всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня нас 10 марта пятничка я зашла купила себе покусать в магазине встретил свою коллегу сейчас вместе пойдем с ней на работу поэтому сегодня вступление коротенько и увидимся уже на работе кстати вообще сегодня не выспалась потому что не не выспался проспала и поэтому все такая сонная ой вообще но сегодня полный рабочий день у меня четыре клиента маникюр маникюр и маникюр я выживу я в это верю ой девчонки я ворона ваще приторлась на работу ночью заболталась покажи пришла вспомнила что у меня закончили салфетки влажную за позавчера я танюхи брала ходила влажные салфетки воды флянчик иду обратно благо рано приехала на работу вот так что пришлось загонять и прям вот видите в форме накинула куртку побежала на распашку на 40 снегрева теплого красота вот все мне неудобно пошла на работу ну я просто 23 февраля, там 4 выходных, и я там много отдыхала, и думаю, ну а девочек надо, она в субботу работает, в будни она не может. Я уже отпилила три процедуры, два клиента, три процедуры, была у меня девочка на маникюр, с покрытием, это та, которая у меня опаздывает, сегодня опоздала на 5 минут, я как бы не посчитала это за опоздание, вот, мы, кстати, с ней сделали, у меня что-то тут в носке болтается, скотч какой-то, короче, что мы с ней сделали, маникюр, и покрыли новым Global Fashion номер 04 Боттлгелем, очень красивый оттенок, ей понравился, вот, и потом у меня приходила девочка на маникюр-педикюр, эта клиентка моя, мастер маникюра, я ее очень давно уже знаю, она ко мне ходит на маникюр-педикюр, давно уже, больше года, года два уже даже, наверное, вот, и мы делали с ней красивенный зеленый оттенок, от Эйми, номер какой-то там, я вам подпишу, наклеили красивые наклеечки, цветочки, она все выбирала сама, и сочный зеленый педикюр сделали, обрабатывали только пальчики, покрывали, и сейчас у меня есть час перерыва, и у меня еще один маникюр, вот, так, что вам рассказать сегодня, пока я отдыхаю, хочу вам что-нибудь рассказать, наверное, я сейчас зайду, у меня в телефоне в заметках есть, о, давайте, знаете, еще расскажу, расскажу, как я нарабатывала, сколько я нарабатывала свою клиентскую базу, у меня вчера попался комментарий, такой девочка написала, сколько вы нарабатывали базу, я ей ответила в комментариях, но расскажу для всех, это, конечно же, должно выйти в серии «Мой путь мастера», но я все не могу никогда снять, но давайте тогда отвечу так, я досниму, обязательно планирую в это воскресенье еще одну часть выпустить, потому что я буду отдыхать, и как раз, чтобы видео вышло, я, у меня просто кольцевая лампа дома сломалась, дома просто ужаснейший цвет, но я попробую, в общем, наработка клиентской базы, когда я стала работать на себя в своей студии, естественно, ну, то есть у меня вообще был выбор работать в найме мастера маникюра, либо открыть свою студию, конечно же, открывая свою студию, ты понимаешь, что у тебя просто вообще нет клиентов, нисколько, ну, как бы ты только сейчас будешь их зазывать, и, соответственно, эта работа, ну, так скажем, изначально, ты там раз в три дня к одному клиенту приезжаешь. На тот момент, конечно, уже был инстаграм, социальные сети, все это было, но я, честно, не любитель продвигать себя через социальные сети, потому что, ну, я не умею этого делать особо, и мне кажется, что это занимает много времени, и, то есть я не искала клиентов в инстаграме, я там что-то даже выкладывала, но вот я, если сейчас, господи, рука так отекла, сердце, я могу снять, хочу его снять, руки помыла, ну, ладно, вот, и я больше, ну, вконтакте я там что-то выкладывала, больше опиралась, наверное, на какой-то сарафан, естественно, я когда выложила в социальные сети о том, что я теперь работаю мастером, приходите ко мне на маникюр за 500 рублей, откликнулись мои знакомые девочки, естественно, подружки мои пошли, мои знакомые, моя сестра, и тогда я сняла кабинетик маленький, и потом я, ну, я это вам все расскажу во влоге, ну, короче, я начала работать, знаете, ко мне присоединилась вот моя коллега Татьяна, мы с ней до этого знали друг друга, об этом я вам все расскажу подробно, вот, во влоге «Мой путь мастера», мы стали работать с ней вместе два через два, и, естественно, начали думать, где брать клиентов, потому что клиенты нужны, естественно, нужно оправдывать аренду хотя бы, как минимум, материалы мы там закупились, на какое-то время нам хватит, и нужно было оправдывать аренду, ну, и как бы жить на что-то, и мы, знаете, как, естественно, у нас пошла реклама на Яндекс, мы запускали рекламу, потом мы добавили сразу себя в дубль ГИС, через дубль ГИС, кстати, пришли несколько человек, которые ходят ко мне до сих пор, и, ну, у нас мы сделали сайт, ее муж, Татьяна, Танюшкин муж, делал сайт, ссылка на сайт, там была с примерами работ, и мы решили запуститься в Биг Лион. Это, конечно, было жестко, это было просто пипец, как вообще невыгодно, но это была так своего рода реклама без вложений, но без вложения это вот так, да, то есть вложения ты вкладываешь в свою работу, свои материалы, вот допустим, смотрите, когда мы запустились на Биг Лион, у нас маникюр тогда уже, мы специально сделали стоимость не 500, а 800 рублей, хотя изначально мы делали по 500, это было месяца через два, через полтора месяца, это нет, это было, наверное, через месяц нашей работы, мы сразу же запустились на Биг Лион, и сделали для Биг Лиона прайс 800 рублей, вот смотрите, 800 рублей маникюр с гель-лаком, да, естественно, Биг Лион выставляет на свой сайт нас, рекламируя нас, и дает купон на скидку 50%, соответственно, клиент покупает купон за 400 рублей, и приходит к нам с этим купоном, и делает маникюр, и ничего больше не доплачивает, там под звездочками было, конечно же, не мелким шрифтом, конечно, мы сразу это оповещали клиентам, что снятие с ногтей стоило дополнительно 200 рублей, если у вас есть гель-лак, и дизайн оплачивается дополнительно, но обработка кутикулы и покрытие гель-лаком будет стоить все равно стоимостью купона, вот, но те деньги, те 400 рублей, которые заплатил клиент в Биг Лион, Биг Лион мне не выплачивал, они нам выплачивали еще половину от этой стоимости, стоит 200 рублей, 200 рублей, 200 рублей, аренда у нас тогда уже 8000 была, при том, при всем, оттуда шли люди, боже мой, они, естественно, отрывали дома гель-лак себе, лишь бы, лишь бы, вот, не платить дополнительно денег, педикюр там тоже стоил, там, копейки просто, по-моему, 1100, полный педикюр с покрытием, соответственно, они покупали купон за 550, и я делаю это за 275 рублей, но, вот, эта акция на Биг Лион запускается на 2 месяца, и они не выплачивают сразу деньги, а выплачивают по истечении, в конце месяца, по-моему, что-то типа того, или по окончанию вот этого срока, и, конечно же, люди оттуда звонили, такие, типа, что мне в 6.30 вечера завтра надо, или сегодня, или мне в выход, то есть те дни, когда уже все расписано и занято, ну, как расписано и занято, все равно пришли другие люди, шел сарафан постепенно, вот эти шли через дубольги за 800 рублей по полной цене уже люди, естественно, мне не хотелось брать Биг Лионщиков в 6.30 вечера, но, как бы, мы старались их на день записать, но не всегда получалось, но могу сказать, что с Биг Лиона несколько человек пришли, привели мне всю мою клиентскую базу, поэтому на тех, вот сейчас, спустя 5.5 лет, я понимаю, что тогда, наверное, было по-другому никак, и, наверное, мы потом еще продлили эту акцию еще на 2 месяца, я не знаю, почему мы так сделали, может быть, побоялись, что сейчас Биг Лион звонить не будут, а все равно база еще не наработанная, вот я девочке ответила, что я год, да, нарабатывала базу, но на самом деле меньше, вот акция Биг Лиона длилась примерно, не примерно, а 4 месяца, и могу сказать, что мы потом просто стали, знаете, делать такие акции для Биг Лионщиков, типа, если они приходят, мы им выдавали абонементы на посещение, про это я расскажу вам, кстати, потом, наверное, в том видео, в Мой путь мастера, вот, а вы давали абонементы, давали скидку на снятие бесплатно, если вы записываетесь сразу на следующую процедуру, вот такая, у нас акции всякие, мы различные запускали, то есть человек пришел по купону, мы рассказывали, какие в студии у нас есть акции, и вот некоторые у нас приходили, и вот через 4 месяца мы, естественно, как страшный сон уже забыли этот Биг Лион, и больше мы к нему не возвращались, и слава богу, и мы, конечно, это, потом уже работали нормально, и, наверное, вот полгода все-таки, через полгода у меня уже была какая-то клиентская база, не такая, как сейчас, конечно, но через год работы я поняла, что я, у меня база сформирована клиентская, на тот период времени, который я готова работать, потому что там у меня я беременная была, уже потом я родила, и я могла работать только вечерами, по два клиента вечером, брать выходной день, и то не каждый день, в общем, у меня был свой график, вот, поэтому на тот период времени, который готова была работать, вот я базу наработала, ну, в принципе, мне хватало, сейчас я могу работать 24 на 7, но я не делаю этого, и у меня сейчас уже под завязку и лето я боюсь, потому что кто-то отсеивает, сбережает другие города, а еще что-то, а все равно приходят новые, на каждого ушедшего клиента всегда придет новый клиент, это вот закон жизни, вот, поэтому клиентскую базу, ну, наверное, через год я себя почувствовала комфортно, но я ни одного месяца не работала в минус, ни одного, даже в самый свой первый месяц аренда у меня 8500 стоила, я заработала, ну, это можно посчитать, конечно, в минус, я заработала 11 тысяч, по-моему, ну, я сейчас уже не вспомню, наверное, найти же дневники, а может, я даже их выпила, 11 тысяч я заработала в свой первый месяц, вот, аренду оправдала и расходники, ну, может быть, тоже тогда эти цены другие были, короче, вот такие дела, вот, ладно, все, пойду полежу на кресле, спина у меня побаливает, надо, наверное, на аппликаторе Кузнецова поставить, вот, и буду готовиться к следующей девочке, последней, и сегодня я еду домой пораньше в 6 часов, а завтра, суббота у меня тоже рабочий день, вот, я вчера распределила, кстати, свои первые деньги, и это, каждый день буду распределять, мне понравилось, вот сегодня тоже буду распределять, правда, мне еще не все скинули, кто был у меня, но это планирую распределять дальше, короче, прикольно, я с вами потом поделюсь, пока не готова, потому что еще все это у меня вообще все сумбурно непонятно, но я получила, кстати, отклик хороший от вас, что вам это интересно, много, ну, не много, но для меня это много, комментариев, что да, прикольно, удачи мне пожелали, большое спасибо, вот, все, уже 12 минут болтаю с вами, пошла отдыхать, работу покажу. Какого числа мы делали, не помню? Примерно. Где можно посмотреть, сейчас не следит, что 10 лет, как так сильно, это странно, да? Очень. А, еще она, знаешь, что сказала, что меня тоже навело. Блин, красиво. Девчонки, я отработала, отпилила последнюю девочку, сделали красивейший геометрический фрэнч, и я уже бегу на автобус, но постараюсь успеть пораньше на автобус. Вот, поэтому сегодня денек был такой, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ну, а я на сегодня с вами прощаюсь, до новых видео, пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.